Субтитры сделал DimaTorzok 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 Обалденная Я так рада, что за несколько дней Я познакомилась с разными людьми У всех девчонки одна проблема С мужиками беда У нормальных женщин С мужиками беда Слушай, что девчонки написали размер одежды Моя любимая Ангелетоoks Пиловski Сотов напишет, что есть, и девчонки выберут сами, что выбрать. Я думаю, что в следующем мы разыграем куртку, платье. У нас много чего осталось, очень клевое. Я уже думаю, если честно, Елена приедет себе забрать там сфотара, станы. Но много вещей осталось. Костюмы есть розовые, яркие, розовые, летние. Много всего осталось. Поэтому участвуйте, выигрывайте. Крутые вещи, новые, все с магазина. Просто у меня немножечко сейчас будет работать магазин. С другим материалом. Вот. Насчет телеграмма. Еще раз. Я написала им уже, конечно. Я думала, я выиграла. Зайка, тебя мне тоже показал романчик вчера. Он сказал, что ты много сердечек ставила, а девчонки писали слова. Поэтому участвуй в следующем конкурсе. Я думаю, что с твоими формами ты можешь придумать себе очень крутой наряд на Хэллоуин. Вот. Наряд на Хэллоуин 100% это твое. Я даже представляю тебя в стразах. Так, сейчас. Я быстро выйду. Отвечу Арману сейчас и выйду. Так, заработает? Так, заработала. Извините, пожалуйста. Все в шляпе. Что за конкурсы? Ну, вообще, у меня постоянно были конкурсы, проходят. У меня... Я решила, зачем устраиваться с продажей, если многие вещи я могу подарить. Потому что раньше у меня был конкурс, я дарила и деньги, и вещи своего магазина. Так, как сейчас у меня магазин. Дождь пошел. Как мы будем снимать? Это шесть. Такое бывает? Просто два дня я не могу осуществить съемку. Курьер подъезжал. Все, привезли костюмы. Дождь пошел. Я не знаю. Мне по работе видео нужно. Ладно. Не расстраиваемся. Я так думаю, что значит так надо, правда? Да. Вчера не получилось. Сегодня. Насчет конкурсов моих. Нужно быть активным просто. Я предлагала придумывать конкурсы в Телеграм-канал, чтобы вместе что-то делать. Вместе готовили. Я не знаю. Там неделя какое-то задание у нас было. А потом мы девчонки сами будем выбирать, кто победительница. Это еще интереснее. На этот мы уже оставим на потом, когда меня перестанут блокировать, кидать блоки. Заходите, заходите. Да. Вот. Я придумала. Но я поняла, что вам это неинтересно. У вас у многих нет времени. Но на самом деле, я скажу вам, какой большой плюс, когда вы ходите вместе. Какие-то индивидуальные занятия, например, вместе. Как-то веселее, интереснее, правда? Появляются друзья. Не знаю. Мне кажется, интересно делать все всем вместе. Но, по-моему, это кажется мне. Хотя у меня тоже нет времени, но я буду знать прекрасно, например, что в конце, там, в субботу мы выбираем, там, не знаю, лучшую прическу, лучший макияж. Мы к этому готовимся, потом выкладываемся фотографии, видео, я не знаю. Я думала, что это будет прикольно, всем интересно. При этом дарить подарки, самые лучшие. Но, что-то меня никто не подержал. Я, по-моему, в одежде, что на тебе не особо подходит. На мне очень все подходит. Поэтому, если у вас какие-то праблысы сделают, то это не ко мне. Ответ, ты счастлива? Я... Ответ, ты счастлива? Мне вообще такие вопросы как бы убивают. Что бы со мной не происходило, даже когда мне грустно? Я счастлива. Я говорила, что я была у врача. У меня нет никакой депрессии. Мы разговаривали про мою ситуацию. Я говорю, я знаю. Я не просто так сейчас учусь. Я знаю, что человек сам себя лечит. Сам человек сам себя настраивает. Я понимаю, что у меня второй день срывается съемка. Сейчас нужно сливануть дождь. Значит, так надо. Я посещу какое-нибудь крутое место, и все будет круто. Если... Я просто не знаю, девочки, насколько у вас... Вот, например, сейчас я написала про маску. Устроить флешмоб. Флешмоб я поняла, что всем нравится. На Хулуин там себя разукрасить. Честно, вот правда вам скажу. Мне тридцатка. Мне очень впадну тяжело это делать. Но когда девчонки написали, что будет крутая тусовка, здесь каждый год проходят тусовки в разных гостиницах. Тематическая вечеринка. И там только по их тематике. Сейчас тематика будет галактика. И поэтому нам нужно будет галактику, короче, что-то нереальное исполнить. И знаете, вот у меня целая неделя есть этим заняться. Это прикольно. Я хочу, чтобы у меня был крутой костюм. Ну, я скажу так. Москвичный город, в Москве лучше летать. А можно печку включить, пожалуйста, что-то холд у вас? Ага, да, конечно. Вот. Короче, так что хотел сказать. Шереметьево мне больше всего нравится аэропорт. Ну, вообще все мерзнет. Очень холодно стало что-то резко. Короче. Что я вам говорила? Вот. Что будет флешмоб еще? Ладно, заходит. Поэтому я думаю, что многие в своем городе все-таки сделают крутые маски. Знаете, вот как-то в маленьких городах, я помню, вот когда я жила, не особо вот этот Хэллоуин, да, я ездила в Краснодар. Ну, я думаю, что уже все-таки времена не те. Это было 10 лет назад, что сейчас все современные, что Хэллоуины в маленьких городах празднуют. Леночка, привет. Да, у меня помада на губах и щеки. Когда поедешь отдыхать? Когда я поеду отдыхать, я вам не скажу, потому что обычно, если я что-то говорю, у меня срывается. Как говорят, не говори планы на будущее. А еще у меня классная фотка с Арманом, но он не любит. Он там не очень вышел, не хочет, чтобы я с ним выкладывала фотку. Согласна с комментарием, что она убогая, лодырь, хуйней занимается. Типа модель и так далее. Девушки, которые сидят на моем аккаунте, на моей странице и тратят свое драгоценное время, чтобы написать гадость. Подумайте о себе, что в этот момент, какой посыл вы несете в космос. Вы меня этим не можете обидеть, вы можете только понять остальным людям, которые здесь сидят. А может быть, даже здесь кто-то есть из ваших знакомых, то, что вы говорите это о себе. Потому что зеркало, вы зеркальте себя. Вы себя считаете такой. За вами никто не следит, наверное, потому что вы очень интересная личность. И очень много всего добились, что именно сейчас вы посвятили, даже если пару секунд своего времени, мне, Елизавете Триандафелите. Ты только одежду разыгрываешь? Конечно, нет, если у меня нет больших размеров. Честно сказать, очень много одежды. Если вы девочки XS, то участвуйте в конкурсе. Охрененные джинсы рваные, как у меня. Все, что я мерила на себя, покупала, когда я себе. Очень много размеров XS, потому что я была очень худенькая. Я даже войску не была, если я в ту, которую я покупала. Очень-очень много. Так что участвуйте. Конечно, я разыгрываю. Если девушка выигрывает, и она размера будет L, то она получит деньги. Соответственно. У нас такие ситуации были и не раз. Если вы хотите, чтобы я что-то еще разыграла, вы мне скажите. Девчонки, и давайте не материться. Вот я поняла, что вчера Арман, он не матерится вообще никогда. Но он вчера какое-то слово сказал, которое вообще ему не подходит. Я настолько привыкла, что он разговаривает культурно, что у него никогда не проскакивают неприятненькие словечки. Такие дворовые, знаете. Вечером, когда я сказал, я сижу, говорю, Боже мой, мы на тебя так плохо влияем. Арман, Арман, Арман. Я говорю, понимаете, он с нами общается, и все равно какие-то слова к нему прилипают. Это ненормально. Я вчера слышала, я прям для меня, потому что для меня он просто свет в оконце. Это человек, который никогда не употребляет свое письки, сиськи. Он не разговаривает так. Не то что мат, он так не разговаривает. Вчера, когда я его слышала, я вот так сразу говорю, как мы плохо на тебя влияем, три подружки. Ужас. Ты только Арман не говоришь. Ты влюбилась в Армана? Влюбиться, конечно же, тяжело в него не влюбиться, но с Арманом мы друзья. Я вчера приказала, что Арман, если бы тебя влюбилась. Конечно же, если бы я знала, что Арман... Не, я бы влюбилась в Армана, если бы не но, много но есть. И все. И влюбилась. Что бы я вообще замуж бы вышла за такого человека, как Арман? Для меня Арман это... Я не знаю, какой он брак, я знаю, какой он друг. Ну, я просто не представляю. Наверное, вообще булки бы разы ослабила бы с таким человеком. Но нет. Он, конечно, тянет вес, с ним нужно развиваться, все. Но он очень крутой, поддержка. Честно, аж плакать хочется, потому что, когда я говорю про Армана, действительно хочется, чтобы похожими качествами обладал мой будущий мужчина. Таких мало. Как он? Спать-ка, я обязательно посещу косметолога. Я обязательно посещу косметолога. Мило тебя посадил на качели. Мой друг. Также Мило посадил... Также Мило Мэри. Да тебя так просто выйти замуж и потом развестись. Для меня не просто выйти замуж и развестись. Конечно, сейчас я отношусь к этому более серьезно. Раньше мне было тоже непросто. Я влюбилась в своего первого супруга. И второго супруга. С вторым, да. С последним браком у меня был, да. Со вторым я не выходила замуж. Я жила к 7 лет в гражданском браке. Я считаю, это мой единственный такой брак. Я испоминаю его с удовольствием. Конечно, 7 лет жизни с человеком. Там я не выходила замуж. И мы могли пойти расписаться в любой момент. Но там я не хотела. Потому что после первого брака, кто первый раз разводится, знает, что второй раз как-то не очень хочется идти в ЗАГС. А третий раз как-то просто было. Сейчас я тоже осторожно к этому относилась. А может, пятый, знаете, сейчас поживу с кем-то. А пятый раз выйду как раз-таки замуж официально. Все может быть. Но пила вчера что-то. Нет, я не пью алкоголь. И я себя офигенно чувствую. Я закакала как лошадь. Все как и раньше. Я же говорила, я человек, который с крайностью в крайности. Я могу бухать. Я могу просто потом вообще запрет себе поставить. Вчера упила два ананасового фреша больших. Кофе две кружки. И воду пила. И танцевала я, не знаю, как люди, наверное, танцуют под какими-то запрещенными препаратами. Мне не надо ничего. Я лучше бы танцевать. У меня болят безумные ноги. Ты прерывание. О, господи. Не спрашивайте меня такие вопросы. Я не осуждаю девушек, которые так делают. Но я против этого. Я сто раз это говорила. И для меня это убийство. Для меня это убийство. Как пойдет, сейчас кто-то подойдет и выстрелит в голову другому человеку. То же самое делайте вы, я считаю. Но у каждого своя жизнь, у каждого разные обстоятельства. И поэтому я вообще не вправе кого-то судить. Живет каждый как он хочет. Я знаю, как живу я. И знаю для себя. Много раз я своего ребенка оставляла себе. У меня тоже были мысли. Потому что мне было 19 лет. Меня бросил муж. У меня не денег ничего. Маленький котенок, которого надо кормить. Родителям позвонить. Стыдно сказать, что он меня бросил. И я вот сидела и думала, а что мне делать? И работы, и ничего. Я помню, у меня было 3000 рублей. Я ходила, покупала корм на эти деньги. И кормила этого маленького котенка. И просто мне ничего было есть. Но я и не ела. Потому что я нервничала, плакала много. Сейчас бы, конечно, я все такого не позволило. Потому что я не понимала, что я беременность. Но я вам скажу честно. Моя даже семья настаивала. Мой отец, моя бабушка настаивали на аборте. Они на меня давили. Они на меня ругали. Я была маленькая. И они кричали на меня. И говорили мне, что куда-то с ребенком одна. Что ты делаешь? Меня поддержала моя мама. За что ей большое спасибо, и маэстера. Вот. Они меня поддержали. И сказали, что они меня не оставят, конечно, в любом случае. Вот. И ничего нет такого зазорного. Если у меня в 19-20 лет с маленьким ребенком не будет того, ну, много чего, что я не смогу себе позволить. Что ребенок, это действительно самое большое счастье. Я очень благодарна своей маме и своей сестре, что они меня поддержали. Это круто. Спасибо. Муж повернулся потом ко мне. Вот. Поэтому, девчонки, ничего страшного в этом нет. Что вам придется потом работать с маленьким ребеночком. Немножко где-то себя урезать. Меньше погулять и так далее. Потому что дети, это действительно счастье. Я помню, как я там... Все мои подруги гуляли, а у меня был ребенок уже. Ни у кого из моих подруг не было детей. Мне кажется, мои подружки вообще только недавно поражали детей. Наражали. Ну, как-то я одна с ней тусила, и прикольно. Да, я буду... У меня, может быть, внучка уже через 10 лет. Это круто. Это круто. Я вам говорила про своего астролога. Она говорит мне, да, что мне придется время долгое терпеть. Очень крутая астрологша. У меня в телеграм-канале... Это не реклама, поэтому я ее не выкладывала. Я могу выложить, конечно, и здесь. Но вам честно скажу, я не знаю... Она столько грамотно на мое детство описала. Все просто. Она мне сказала, что... Мне придется вообще лет ждать, пока дочке лет 15 исполнится, чтобы прям совсем наладить общение. Она сказала, при этом я буду нереально крутой бабушкой, что все время буду делять внукам. Надеюсь, что я заработаю сейчас денег так, что я смогу своим детям помочь. С детьми. Вот. Сейчас современные все бабушки. У нас такая же ситуация. Я верю в астрологию, конечно. Вы что? Астрологию? Я верю в астрологию. Астрология вам не говорит, это не гадание, когда вам приходят и говорят, завтра у тебя будет вот это. Нет. Астрология подсказывает, что может быть, как, какое лучшее время. Вот. Я родила в 17-е, что я ничем внучке 10 лет. Ну, молодец. Конечно. Я помню, когда я родила в 19 лет. Мои родители. Мы слишком рано стали бабушкой и дедушкой, Лиза. Да. Поэтому моя Влада только дедушкой. Он называется моего папу, все остальные у нее по именам. Мои милые, кто работает в эскорте, тоже, пожалуйста, по себе не судите. Тяжелые времена были. Мой муж ко мне вернулся, и я была в браке, и потом еще 7 лет в другом браке. Вперед этого я бы не успела. Нет, может быть, конечно, есть женщина, которая работает там с молоком, я не знаю. Наверное, есть извращенцы. 19 лет нормально рожать? Честно сказать, я думаю, что это рановато. С моим опытом я могу сказать, что это рановато. Ты еще сам ребенок. 16 лет и сам ребенок. Куда? Мне когда 19-20 летние девочки общались со своими подписчицами, и мне звонят, говорят, что они замуж, что это все, у них какие-то ситуации происходят не очень хорошие. Не знаю, у меня играет материнский инстинкт, потому что я понимаю, что я на 10 лет, старше, вроде не такой большой срок, но он очень большой. Это для меня дети, это малышки. Конечно, поэтому у меня в 20 лет пишут, что я старуха, я понимаю их. Я тоже, наверное, смотрела на 30-летнюю женщину и думала, что это. Когда вам будет 30, вы так не будете думать, поверьте, ни на 40-летних, ни на 50-летних, ни на 60-летних, потому что я уже смотрю на своего дедушку, ему 86. У меня дед молодой, ну реально молодой, молодой дед у меня, молодой дед, крутой, молодой, в здраве, в уме, активный, обожаю своего дедулечку, лапулечку. Еще ребенка хочешь? Конечно же, я хочу прочувствовать. Если бы у меня был такой мужчина, я уже говорила, как мой друг Арман, я бы встретила вот сразу бы и поняла, что это мое, я бы, наверное, сразу двоих или троих родила. Очень человек ответственный, понимаете, относится ко всему, даже к выбору жене столько лет, но просто до этого человек для себя поставил правильные цели. Сначала развитие, встать на оно, и как мужчина должен, в принципе, думать об этом, а не думать, как кого-то шпильнуть. Поэтому с таким мужчиной точно, с детьми, не попадешь в плохую ситуацию. здравствуйте, как хотела бы назвать сыны. Честно сказать, я не хочу сына. Родится родится, но я хочу дочек. Извините, пожалуйста, вы работаете? Нет, я бездельница. Мне деньги кидают с небес. Я выхожу, и мне кидают деньги. Это было бы так круто. Но, увы, мне 48, доча 30, сыну 25. Очень круто. Слушайте, 48. В общем, вот это молодая женщина для меня. Потом, мне кажется, уже 65. Взрослая женщина. Вообще, бабушка мне не нравится слово. Я считаю, это круто, когда говорят бабушка. Нет, бабушка это не прикольно. Почему-то бабушка. У меня бабушка, это уже совсем 90 лет. Да нет, это образ бабушки, когда приходят. Такая женщина, которая скрючилась, уже глазки не открываются, спучком, маленького роста, совсем уже старенькая, старенькая бабулечка. А все остальное, знаете, даже если она 85-86, подача, ну это не бабушка. Женщина. Взрослая женщина. Спасибо большое. Да, в телегию про астролога, позвоните ей. Кто, например, верит в астролога? Видите, я сама изучала астрологию, сама натальные карты раньше расписывала мне, я хотела пойти учиться. Мне очень эта тема нравится, она мне близка. Если вы водолеи, вы меня поймете, точный или воздушный знак, потому что мы-то, в бизнесе водолеи, сразу, какого знака? Вам понравится, честно вам скажу. Я в восторге. Елизавета, спасибо за ответ. Арман красивый. Ой, Арман хорошо смотрится со мной, с Машкой, с Мэрией. Арман красивый мужчина, полностью красивый человек. Очень хорошо, что стоят какие-то у нас, что мы, например, дружим, он знает меня хорошо, я его, что я знаю, что он хочет, что я, потому что, и, к честности, мы его так познакомились, начали бы общаться, я бы с ума сошла, влюбилась бы, очень бы страдала по нему. Это действительно достойнейший мужчина. Достойнейший. Но по его критериям просто пройти нереально. Ну, как по маме, в принципе, сейчас тоже. Потому что я уже попробовала жить по любви, но у меня уже создался образ мужчины, которого я хочу встретить. И вот мы с Арманом общаемся, вот он ищет свою. Никто мы не ищем, но встретит. Встретит ли, когда он свою женщину, а я свою, никто не знает, когда это будет. Могла бы общаться с бывшим, почему нет? Почему не перейдете от дружбы к отношению? Потому что у нас... Зачем переходить? Что приходит в отношения, это нужно приходить дальше в брак, в серьезные отношения. Что он и я относимся сейчас к этому серьезно. И зачем? Портит дружбу. Это бред какой-то. Дружба превыше всего. Нормально не знакомится с заведением, которое вы ходите. Мы не знакомимся никто, потому что как-то мы все вместе отдыхаем и нет такого, что... Я думаю, что нормальный парень, вот мы были, помню, шли с Араем, с Андреем, парень в торговом центре, он подошел, спросил, ребят, это ваша девушка, можно познакомиться с ней или нет. Это круто прям вообще. Для меня это было прям молодец, красавчик, но не... просто не мой типаж. Все так вот мужчина, когда делает, это, конечно, подкупает безумно. Прям... как-то таки там не видит парней. Вот. Нет, Арман не знакомится, и мы не знакомятся, это как-то, наверное, неправильно, но если подошел бы так мужчина и спросил бы Армана, конечно, Арман бы, я думаю, нам бы тоже, как и ребята, тогда они пожали ему руку, Арман бы тоже сказал, красава, молодец, и тогда, да, но мужчина видит нас с Арманом и не особо как-то... Знаете, там только если возле туалета могут подойти познакомиться, но это как-то так, не очень. Всем, чем я хочу попробовать или кем я хочу стать, я пробую и делаю. Вот. Иногда, конечно, хочется ступить назад, но нет, назад нельзя. И я в своих планах ей больше не рассказываю. Я из тех людей, которые расскажут, и потом все идет на перекосяк. Что за критерии у него? Девочки, у него критерии, которые знают только... Во-первых, это должна быть армянка. Уже не котируемся. Самое главное критерии. И еще есть один очень главный. Это одна на миллион женщин. Еще долго ехать? Да. 23 минуты еще ехать. Да, накрасилась, конечно. Слушай, мне вообще надо купить шляпу. Мне волосы огломали, сходить только в шляпе. Делаю в шляпе. Арману 32. Вообще, идеальная пара. Вот, честно, смотрю на него. Но у меня просто три месяца уже, знаете, три месяца ни с кем не общалась, ничего. И, знаете, три месяца я только со своим знакомым. и то там как бы он мне нравился, но вообще разное. И мне даже что-то там перемкнуло. Ну, я чисто сама всегда-то придумываюсь и что-то. Никто не верит, что до этого мы с кем не общались. Он не верил. И сейчас, если ему скажешь, что ты последний, с кем я общалась, он тоже не поверит. Смешно. Или плакать. Мы с ним приписывались в средневном канале. У нас тема. Кто не знает про матереграм-канал. Вот. Секс по пьяни. Переходите, голосуйте. Будем обсуждать. Думаю, смешные темы будут, потому что очень веселые девчонки. Мне просто такие истории рассказывали. Я хочу поржать. Чисто понедельник или в авторе. Просто закинем тему, мы поржем. Кто-нибудь самый такой свой. Опрос сейчас устраиваем. У меня реснички в тюнях. Наверное, ресницы, которые мне приклинула Аленочка еще на фотосъемке, потому что у меня сейчас нет. Вон, Дашенька, по-моему, вернулась. Хожу на реснички к ней. Надо ушить на ресницы или вообще ресницы. И все знают, я напишу пост, что если еще три месяца я буду одна, на полгода я сделаю себе татуировку вот здесь на руке маленькую. Мой телеграм-канал внизу, в шапке профиля внизу, ниже магазина указан. Чем Арман занимается по жизни, как он деньги зарабатывает? Это карман. И вообще я не люблю обсуждать деньги. Вы это знаете. Маша говорила, ты на свидание с кем-то уезжала. На свидание я уезжала. Если бы вы были по моему телеграм-канале, вы бы знали об этом. Там я рассказываю личное. Здесь я этого не рассказываю. Да, после этого я сходила на одно свидание, потом подумала, я схожу-ка еще на свидание. Мне понравилось. Я сходила на одно свидание. Ко мне парень в кино вообще слова целес. Я говорю, ты что, вообще прикалываешься, что ли? Мне так смешно было. Очень симпатичный молодой человек. Ну, вообще, конечно, нет. И сходила на второе свидание. но вообще жесть. После этого я удалилась сайта знакомств, удалилась и сказала, что я больше не пойду ни на одно свидание, не хочу ни с кем знакомиться, только работа. Все. Вот. Я там мои букеты скидывала. Если бы мы были сидеть в Теган-Канаде, вы бы с нами, мы там все обсуждаем. Четверо не то, как я встала с утра и что случилось. Сыворотку для лица любишь? Слушайте, раньше я, кстати, пользовалась сывороткой для лица, сейчас вообще не пользуюсь. Но красивая ставка себе. Слушайте, есть-есть, еще как есть. Есть и не одни, я вам так скажу. Пошел дождь. Будет у нас съемка или нет? Вопрос. Потому что у меня одна съемка в очках, типа солнечная погода. Как вы думаете? Будут сомнили. Тань, фотосессия, там дождь идет на улице, чтобы ты понимала. Таня, если ты сейчас все раз засмеешься, я просто начну плакать. Чтобы вы понимали, я очень хотела выпить вина. Я два дня не пью вино, чтобы у меня, сука, не отекли глаза. Потому что должна быть видеосъемка. Но пошел дождь. На ТВ будет? Нет, это для моего сайта. Но походу со съемкой не лады. Веришь, что Гриценко любит Оли Буза? Нет, конечно. Знаю двух моих знакомых на 3859-станец. Ну, это же вообще жизнь какая-то. Это совсем неправильно, мне кажется. Это что-то неправильное. Нет, ну 50 просто. 38, ладно, она еще может встретить. 50 тоже, конечно, она может встретить. Мне кажется, уже и не хочется. Что-то вы меня загрузили. Нет, я не хочу об этом думать. Нет, я скажу честно, если не кормить зверя, то и не хочется. Но нет, бывает момент, что хочется, куда-что-то вы идти, господи. Просто кто-то есть банан или что-то. Да ну, вообще, кто-то погладит. Ну, нет. Мы уже ржем с ребятами. У меня шутки уже, знаете, в одну сторону пошли. Плоские. Ужас, прямо озабоченная какая-то. Еще полгода буду ходить, видеть везде. расскажи про девушку-козерога. Я что, астролог что ли? Что я сила сейчас рассказываю? Сегодня поговорим про девушку-козерог. Мы, конечно, можем так делать, но я не думаю, что половина не козероги выйдут, и мне это не очень интересно. Про девушку-козерога вы можете узнать на любых сайтах. Честно, да, она ситенькая, 50 тысячам выглядит. Слушайте, у меня, я ничего не колю, потому что у меня, видите, все подвижно. Конечно, водитель это слушает. Если вы думаете, что в нашем прямом эфире нет мужчин, то вы глубоко ошибаетесь. Срочно на диету. Это вы мне на диету хотите сказать? Садитесь на диету, если вы хотите. Мне сказали, я не знаю, со мной эти два дня знакомились так, и мне сказали, что у меня просто нереальная форма. Я даже не знаю, может, правда, что в таком весе мне лучше же. Машинам нравится. Лиза шляпа не подходит тебе. Главное, чтобы мама подошла вот как бы так. Где знакомиться, когда тебе можно в 35 на 25 выглядеть и наоборот. Можно в 35 на 20 выглядеть. Ну, в 35 на 20 вы выглядеть навряд ли будете. Это уже, давайте не переборщивайте. Уже как бы я тоже я максимум на 25 выгляжу. Мне говорят, что выгляжу на 22, на 23. давайте, ребята, не гоните, а знакомиться так же, как и в 30. И в 25 негде. Вы думаете, что я хожу с мэри, и вот прям знакомство киша. Ну, во-первых, конечно, как мы пришли вчера, мы, например, не выпиваем со стороны, вот как наблюдаем. Мужчина, вот например, с Арманом ходит, там улыбается, потому что у нас в туалет подойдет, там ладно, подойдет, комплимент скажет, что идет. Вот Арман ушел. Когда Арман ушел, уже 2 часа ночи. Все пьяные, говно, просто. Причем я видела вчера, как два мужика договариваются. Один с одной стороны, девчонки пьяные стоят, другой с другой. Тот говорит той, этой. И они начинают их уводить и уезжают с ними. Все. Дело в шляпе. Они поехали делать свои дела, делишки грязные. Поэтому, ребят, как бы так. Когда люди напиваются, они уже до друга все становятся красивыми и как бы, ну, это не дало, он пошел к другой, другая не дала, он пошел к другой. Только секс по пьяни, я не знаю, какое, конечно, удовольствие, особенно женщина приносит. Мужчины, ладно, они там многие ведут подсчет для них, типа, я герой. И, кстати, я очень крутая женщина. Во-первых, у меня никогда не было москвича. Во-вторых, только с двумя парнями я встречала. Ну, как встречалась? С одним встречалась, ну, он не москвич, Екатеринбург, и я переехала туда, только в Москву. И вот один мой знакомый, он тоже не москвич. Все. Мне тридцатка, меня не знают в клубах. Ну, только вот так, я говорю, не в тусовках, не в тусовках, не приведи меня со мной. Никто не встречался, меня никто не знает. Ну, то, что на проекте это фигня. Вот моя жизнь на проекте была. Только я встречалась с кем-то. Очень интересно, я из Киева. Ну, слушайте, я в Киев когда-нибудь приеду, я думаю. Мне надо точку установить точно, куда я поеду, на Патрике. Ну, я понимаю, что съемки у меня, наверное, не будет все-таки. Сколько лет в Москве? Слушайте, в Москву переехала, мне было 5 лет, потом я переезжала обратно жить. Приехала я потом в 27 или 28 лет. Потому что разведенка неприлична. Нафиг. Не хочу жить с одним всю жизнь. Просто потом разведенка неприлична. Нафиг. Сколько считаешь партнеров иметь к 30? Я не считаю, что надо считать и думать об этом точно. Слушайте, есть девочки, которые в 20 лет мужчин больше, чем у меня и мы там ржем с ними. Но у меня нет такого, что я вам сказала. Они очень чистые, порядочные девчонки. Они просто любят секс. Есть женщины, которые просто любят, они без этого не могут. Я них не знаю. Может, это вообще как искусство. это вообще их абсолютно личное дело. Вообще так не считаю. Мне пофиг. Один у девушки будет 50 или 150. Я скажу так, что многие вообще даже посчитать не могут. но вообще прикольно посчитать. Поэтому вообще думать об этом это не стоит даже. я вам скажу. Блин, я реально с говрячонками даже не помню от них. Ничего. В Москве вообще такая жизнь, что я не знаю, хорошо даже у мытища, потому что я вот так выхожу, смотрю, Москва засасывает, она такая красивая, она такая яркая, здесь такая жизнь другая. Даже сюда выезжаешь, просто даже выходишь в ресторан, я понимаю, господи, боже мой, что можно... Ну, мне все равно немножечко деревенский склад. Деревенский. Что там с конкурсом? Уже победители объявили, в телеграм-канал зайдите. Я не могу отмечать в сторис, потому что меня блокируют. Могу только скрины сделать в благодарность девочек. Шляпу покупала шоуру номер ван. Мои подружки там вот, я купила желтые кеды, черные кеды. Я сегодня думаю заехать за черными. Надежке считается ребенкастыми. Главное не говорить самому парню, сколько у вас было. Я всегда говорю. Лучше этого не делать. Ты потом, Лиза, ты знаешь, мне было очень неприятно, ты слышишь. И когда начинаешь общаться, типа ты под подружески начинаешь общаться, рассказала такая все ему. А потом начинается встречаться и жить вместе. И он признается в том, что ему было это очень больно слышать. У меня знакомый хорошо 20 лет. посчитать не могла всех вспомнить, сколько него выгодится. Сколько денег у вас? Откуда вы знаете, сколько у меня денег? Вот мне интересно. Когда вы мне спрашиваете, сколько у меня денег? Откуда вы знаете, сколько у меня денег? Может, я последний нагребла на такси? Может, у меня мешки лежат? Откуда вы знаете, сколько у меня денег? Как такой вопрос можно вообще задать человеку? сколько ты хочешь весить в идеале? Я бы хотела, чтобы у меня остался такой же вес, как сейчас, например, я думаю, под 60 сейчас. но чтобы у меня не было боков и живота, чтобы это все ушло в другие места. Идеально. И лицо худое. И все. Идеальный вес, потому что у меня очень красивые такие массивные сейчас ножки. В джинсе как бы смотрится аппетитно. Какое мнение твоему хороший рост для девушки? Мне нравятся высокие девушки. Мне мой рост, я маленькая, я 170. Мне очень нравятся высокие девушки. Очень нравятся. Хотя была бы я 175. Класс. Ну, меня устраивает, конечно, мой рост. Я себя люблю. Ну, мне нравятся, наверное, 177-180 девушки. Очень красиво смотрятся. Очень. Особенно если девушка красивая еще. Сколько еще ехать? У меня не массивные ножки. Не знаю, к кому. Почему вчера не было с вами Машей Кахно? А мы должны всегда быть с Машей Кахно? Все вместе? Ну, я считаю, опыт в сексуальном плане вообще не зависит от партнеров. Это полная бредятина. Бред. Ты либо бревно, либо нет. Все остальное, не знаю, может, какие-то курсы, конечно, есть для женщин. Я без понятия. Но если у тебя есть огонь, огонечек, то ты и с первым партнером будешь ого-го. Поэтому это пределательно полно. Что вы хотите? Вы думаете, что у меня с первым партнером было хуже, чем со вторым или с десятым? Это бред полный вообще. Такого я не слышала. Это я встречалась после своего парня, с которым вот это у меня первая моя любовь. Я встречалась, короче, начала встречаться, мы с ним расстались, сколько, два с половиной года встречались. Начала, ну так бывает в жизни у меня всегда, подмучивать своего друга. И вот он у меня был второй. И он мне говорит, я не верю, что он твой первый. Что за бред? У женщины это либо есть, либо нет. Ну либо курсы. Я думаю, что курсы помогают некоторым барышням. Аудитория выходит в эфир, ждет только комплиментов. Разобрать, вы выходите в эфир, вы ждете только комплиментов. И они ждут только комплиментов. Вообще, все за бред. Мы обсуждаем какие-то темы. Но если человек не пишет какие-то неприятные вещи, конечно же, человек идет в блог, потому что зачем мне люди, вообще, зачем на меня подписываются люди, которым я неинтересно или неприятно. Всегда можно сделать, не знаю, вообще, о чем вы мне сказали сейчас? Ты перестал блокировать нормальных? Я, наверное, сейчас смотрю вбок. Вы знаете, я когда разговариваю, я смотрю вбок. Я половину не вижу, что пишут. Я блокирую также ненормальных людей. Ни ненормальных людей, давайте не говорить. Все люди нормальные. Просто у каждого разное мышление, менталитет. Для кого-то же моя жизнь ненормальна. Даже то, что у меня нет. Я же говорю, этого, например, делала. Для кого-то я все равно буду такой. Даже если я уйду сейчас в монастырь, они будут, не знаю, тысячи причин сказать, что это просто хайп. Люди по-разному думают, но таких обижаться нельзя и не стоит. Никогда не пересматриваю эфиры, это вообще бред полный для меня. Стратить свое время еще на эфиры. Есть простые вопросы, я читаю простые вопросы, я не знаю, о чем вы. Вот это ваше видение, видимо, но я не могу читать все вопросы. Я пытаюсь развивать темы, потому что, наверное, это интересно. Так как многие люди, которые за мной следят, мы общаемся уже на протяжении двух лет. Что нужно для счастья, бывает так грустно. Грусть – это нормальная эмоция, поэтому. Сейчас такая погода, что я могу погрустить, потому что у меня второй день срывается съемка. Грусть – нормальная эмоция, потому что, если бы не было грусти, ты бы не знала, что такое счастье и хорошо. Поэтому это все нравится, как белое и черное. Нужно иногда погрустить, чтобы потом сказать, боже, как хорошо. Как прекрасно жить на этом белом свете. Как полюбить себя настолько, чтобы мужчины выбирали мы, а не мужчины нас. Я выбираю всегда мужчин себе. Поэтому, когда даже происходит какое-то соитие, я знаю, что я выбираю мужчину. И вообще я, вообще я. Все, мужчина. Сюда идти. Я не смотрю вообще телевизор. Вот меня Адам рассказывала про эту передачу, что там какая-то девочка была, который с проекта, да, с нашего. Нет, я не смотрела. По-моему, даже есть какой-то сайт такой, да, мне показывал в Тайланде парень, что есть в Телеграм-канале, где они скидывают такие девочек. И там были девочки, которых даже я видела там на съемках, знакома с ними. Но не особо верю во все. Нет. Я ставлю брекинг. С ним все его, не знаю. Я думаю, слушайте, я не думаю, что... Фу, какой ужас. Что же ты пишешь? Как будет сто, молодой мой, отметим всю убийность. Ну, не думаю, что до этого дойдет когда-либо. Слушайте, Друзьяк делает шоу, не думаю, что она работает. Ну, хотя, может быть, конечно, я не утверждаю. Но прийти и сказать на всю страну, если я сказала, что она работает, то... ну, не знаю, мне кажется, она работала, вот именно, что она бы не пошла. Что это 150 тысяч, которые заплатят у Малахова? Не знаю. что-то надо стараться, не знаю, это в орке участвовать надо каждый день. Слишком много. Не, ну, я, конечно, не знаю, может, мне на 40 перемкнет. Я буду устраивать греческие орки от Лизы. Я так далеко живу, что я уже еду час, чтобы вы понимали. Ой, да вы верите, что про скрытые камеры? Ну, ребят, ну, серьезно, это шоу для вас. Ей заплатили, значит, просто большие деньги за это. За это шоу. Чтобы ее опять обсуждали. Мне кажется, что странно, что одни и те же люди, вот, например, ладно, там, я скидываю, понятно, если я не пошла бы, например, девочку, которую избили, и тоже там скинула, тоже Малахова редактором, который избил косметолог. Но когда одни и те же лица появляются постоянно, ну, как пара, помните, был Шаляпин, Прохор Шаляпин и молодая девушка, потом бабушка, это все куплено, это все сценарий, это все бред. Полный. Гоген никогда в жизни не жил с этой бабушкой, это все проплачено, это просто развлекают народ. Все, придумали пиар-акцию. Я уже подъезжаю, Арман, куда мне сказать таксисту, чтобы это... Я тут сейчас начну писать. Ой, Арманчик пишет в эфире. Арман, куда мне подъехать? К пруду? Я к Бруэндэ, наверное, подъеду. Где ты стоишь? Все, ребята, ладно, я выхожу, потому что я уже подъезжаю. Надо, ребята мне уже пишут. Так, все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!